Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Холодный фронт принес первые грозы в Европу. Не так давно они сверкали в небе над странами Центральной и Восточной Европы. Одна из них в одном из польских городов даже подожгла дом. В отдельных регионах грозы и ливни сопровождались крупным градом. В Австрии землю засыпали частицы льда диаметром до 2 сантиметров, а на востоке Польши размер градин был еще больше. 2 апреля быстродвижущийся холодный атмосферный фронт Атлантического циклона пройдет территорию полуострова. Грозы у нас маловероятны, а вот небольшие дожди возможны. Далее предлагаю узнать подробнее. На западном берегу солнечный день и пройдет он без осадков. В Черноморском температура воздуха днем плюс 9, ночью плюс 11. В Евпатории и Саках сухая и ясная погода днем плюс 10, ночью также плюс 10. В Севастополе можно смело отправляться на прогулку. Осадков не ожидается, будет ясно. Температура воздуха днем составит 10 градусов тепла, ночью плюс 11. В Бахчисарае утром солнце скроется за облаками, пройдет небольшой дождь, но уже днем распогодится. 10 градусов тепла днем, ночью 12 градусов с отметкой плюс. На южном берегу сухо и солнечно. Температурные показатели в Ялте-Алуште днем плюс 14, ночью плюс 13. В Феодосии и Судаке ясно, без осадков днем плюс 12, ночью плюс 10. Утро в Керчи пасмурное и дождливое, но уже к полудню осадки прекратятся и вся оставшаяся часть дня будет ясной. Днем 10 градусов тепла, ночью также плюс 10. В северной части Крыма весь день будет хорошая погода, без осадков. В Джанкой и Красноперекопске днем плюс 11, ночью плюс 12. В Армянске, несмотря на утренний дождь, день обещает быть безоблачным и сухим. Днем плюс 11, ночью также 11 градусов тепла. В центральной части Крыма и Симферополе утро пасмурное и пройдет небольшой дождь. А вот днем можно смело планировать встречи под открытым небом. Днем 11 градусов тепла, ночью 12 градусов с отметкой плюс. Такой погода будет на полуострове 2 апреля. Я желаю вам чудесного настроения. Оставайтесь вместе с нашим телеканалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова